Октябрьскую область с рабочей поездкой посетил глава правительства Улжас Бегтенов. В рамках поездки он ознакомился с темпами строительства новых домов для пострадавших от паводков жителей Тимирского и Уилского районов. Таким образом, премьер-министр проверил темпы исполнения поручений по ускорению работ, мобилизации силы спецтехники, данных Акимату и профильному министерству 17 июля на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков. Улжас Бегтенов осмотрел строящиеся дома в селе Каратал Уилского района, по которым ранее поднимались вопросы отставания от графика на 15-25 дней. В результате паводков в населенном пункте пострадало 210 строений. Их обследование полностью завершено. На вторичном рынке для сельчан выкуплено 60 домов. По 18 объектам недвижимости, подлежащим ремонту, произведены соответствующие выплаты. В селе ведутся работы по строительству 132 домов, взамен признанных непригодными для жилья. Всего на данный момент работают 11 подрядных организаций. Каждая из них строит примерно по 10 домов. Средители на работе идут без отставаний. Завершить планируются до 15 августа. В наших интересах завершится работа в срок или даже раньше. Скоро начнется учебный год, дети должны быть к нему готовы. Дом наш был из ракушника, обделан саманом. Когда вода пришла в дом, внутренние перегородки сразу посыпались. До одного метра стояла вода. Вся техника и мебель испорчены. Было очень страшно. Муж у меня инвалид. Не знали, где будем жить. Когда наш президент поручил построить пострадавшим новые дома, очень обрадовались. Поняли, что о нас думают и не оставят без поддержки. Премьер-министр ознакомился с обеспеченностью подрядных компаний, спецтехникой и трудовыми ресурсами. На текущий момент залит фундамент всех 132 домов. В 120 завершены работы по укладке стен. 65 покрыты кровлей, в 30 идут внутренние строительные монтажные работы. Ужас Бектенов поручил привлечь дополнительные силы и спецтехнику на строительные площадки. На данный момент около 70% строительства завершено. Вы можете за мной видеть первые дома. Уже готовность есть. Первые пять домов. И я думаю, в ближайшее время, 15 августа, основная масса будет готова здесь, в Каратале. А в Тимирском районе премьер-министр проверил ход строительства домов в селе Кумсай. В результате паводков половину домов затопило водой, многие из которых остались непригодными для проживания. Село Кумсай насчитывает 75 дворов, где проживают примерно 320 человек. Во время паводка под водой остались 45 домов. Власти делают все возможное, чтобы данные семьи обрели крышу над головой. Таким образом, для 21 семьи на данный момент строится совершенно новое жилье. 18 семей изъявили желание приобрести жилье на вторичном рынке. И в шести домах сейчас проводится капитальный ремонт. Стоимость домов, которые были приобретены на вторичном рынке, разная. Все зависело от квадратуры дома и его состояния. Но пострадавшие семьи искали эти дома сами. Выбирали по своему вкусу. Кто-то купил в Кинкьяке, кто-то в Сарколе. Есть одна семья, которая купила дом тут, в Кумсайе. Также покупали в Шибаркудуке. Главе правительства было доложено о текущей ситуации. Так, 19 из 21 новостройки уже покрыты кровлей. В некоторых домах уже застелен линолеум. Типовые дома площадью 80 квадратных метров. В них входят зал, три спальни, кухня, а также котельная и санузел. Работы еще не завершены, однако в данном доме можно уже разглядеть светлые просторные комнаты. Остались лишь небольшие штрихи, а также провести коммуникации. Дома тут строят две подрядные организации. Строительство почти завершено. Сдача в эксплуатацию планируется 15 августа. Из-за постоянных дождей строителям приходится работать и в ночную смену, чтобы не отставать от графика. Дом строится из качественных материалов. На все материалы сертификаты предоставляем. Имеются. Такого нет, чтобы подпольные где-то изготовили, принесли. Здесь на все дома, на все материалы имеются сертификаты. В Актюбинской области в результате паводков пострадало 4000 объектов недвижимости. На ремонт и восстановление владельцам выплачены компенсации на общую сумму порядка 9 миллиардов тенге. 441 семья получила дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В общей сложности для пострадавших от паводка актюбинцев будет приобретено 503 дома. Помимо этого, 55 подрядными компаниями ведется строительство 511 домов. Работы завершены на 86%. Инфраструктура и жилые дома сильно пострадали от паводков. Президент поручил реконструировать дороги и соцобъекты, восстановить и построить все новые дома. Все поручения должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Для этого Акиматом оказывается полная поддержка от правительства и отраслевых министерств. Всего по региону 4500 семей получили социальную помощь в размере 100 МРП. Компенсации выплачены почти 4000 семей. Объем государственной помощи за павший скот составил свыше 1 миллиарда тенге. Порядка 8 миллиардов тенге выделено на восстановление 18 пострадавших социальных объектов. В том числе требуется строительство 7 новых объектов образования и здравоохранения.